Верхняя Галилея Значит, с нами семья Никольских Маша Маша, уходи мне ручку Шалом Шалом Я Беноксентос, меня зовут Саша Шалем И они приехали из Иркутска когда? Мы приехали 22 декабря Декабря, то есть полтора месяца прошло Даже скоро два уже будет Но вы уже, я считаю, старожилы Да, да И приехали они не больше не меньше В самый такой легендарный Кибуц Верхней Галилеи, да? Да, Кибуц Эфта Чем славен Кибуц Эфта, Саша, расскажи нам Вы знаете, я не готов Прямо так вот развертый вопрос ответить Я знаю единственное, что Не готов вообще ответить на Кибуц Эфта Понятно Оооо, Маша Коротко, но ясно Значит, Кибуц славен Замечательным человеком по имени Гершин Кастель Который создал программу Первой Довнородни Вот если бы у Гершина не возникла эта блестящая идея В главе 22 года назад То вряд ли было бы сейчас О чем говорить и с кем говорить Но не только этим Так замечательный Кибуц Очень радушный, открытый Большой, красивый Зеленый, да? Расскажите о том, как Вас встретили И как Вы там живете На самом деле Если бы уже задели имя Гершина Да, то само собой Кибуц очень гостеприимный И люди очень хорошо понимают С какими трудностями столкнулись Приехал по эту страну Поэтому с самого начала Все было по максимуму сделано для нас С собой очень гостеприимно Хладильник с продуктами Звонки, беспокойство Что нам необходимо Что нам нужно Что нам показать Куда нас проводить Поэтому опека была вокруг нас С самого начала И до сих пор По любому вопросу Мы смело обращаемся К нашим кураторам Гершинам и Миле Спасибо им огромное за это Спасибо программе Первой Довнородни За то, что есть такая возможность Не быть брошенным В этой большой прекрасной стране Все-таки Получать какое-то Внимание Со стороны наших кураторов Приехали мы Рано утром Нам пришлось Разбудить И Девшины И Людмилы Ничего страшного И соседей Пришлось разбудить Они помогли нам Разбудить Целую кучу наших баулов Их было восемь Сто сорок пять Килограмм веса Ну мы же преувеличили Как и для рыбалки Да Так Первым делом Мы конечно решили вещи разобрать Спать Было невозможно Все были в волнении Разобрали вещи Потом уже отсыпались Смотрели магазин Смотрели кипут Сигершин показал нам И не тафим Показал нам больницу Дай бог я не пользовался Забрял нам садик Поднакомил С местными жителями Которые на самом деле Очень гостеприимные Действительно приятные В плане Практики общения Никогда не откажут В плане Что-то объяснить Что-то показать Всегда готовы Всегда рады Угу Вот Ну так вот и человек Наша жизнь Угу А как ребенок? Честно Сильно Нам повезло Я полагаю Ребенку пять лет Он Находится в садике Где есть Русскоязычная Воспитательница То есть Проблемы с сознанием языка У него не возникает Проблемы возникают Наоборот Сознанием иврита Потому что Пока в острой необходимости Не чувствуешь Что нужно учить иврит Потому что У него есть друзья Русскоязычные То есть Две семьи Приехали еще То есть Они успешно общаются Ну и встатель тоже В случае чего Переводит Да Так сказать Является посредником В общении Между Нашим ребенком И детьми Ивритоговорящими Вот Поэтому Он доволен На самом деле И никогда не возникало Вопросов Чтобы вернуться Обратно в руку Ни разу Такое мысль Не возникало У ребенка А у вас? А у нас тоже Бывают периоды Там разные Депрессивные У каждой семьи Тебе случаются Но Эти мысли Они несерьезные Серьезные Других человек Никогда не думаем И не будем говорить Скажи пожалуйста Я так понимаю Вы засучив рукава Взялись за иврит Так сразу Активно И как оно? Да Мы как приехали У нас Получился период адаптации В месяц Когда ребенок ходил В садик Он быстро адаптировался Мария В садик ходила всего Полтора дня Один раз она посидела В дальнейшем Он самостоятельно Приделся играть И веселиться А мы в течение первого месяца Приехали В общем-то в Израиль Получается пустыми Мы не ходили На курсы изучения Иврита Поэтому занялись Самостоятельно Выучили албари Выучили порядка 400 слов Прекрасно За этот период Ну и общались Конечно С того существительного В этот период времени Потому что Знали только И конечно Начался Когда Замечательно На самом деле Нам очень нравится Преподаватель Мора Ханна Дай Бог Чтобы все Были такие Преподаватели Очень хорошие Преподаватели Это Шлома Приезжают из Твери Издалека Раз в неделю Шлома Твери Шлома Твери Шлома Еще Дальше За 100 км От этого Кибуца Да Вот С преподавателем Очень повезло Язык Нам сказали Уже Что это Сложный Мы и сами Это понимаем Будем надеяться Что сил хватит Чтобы на расслойном уровне Разговаривать Не видеть Для этого Хотя Не тешимся Надеждаешь Это будет быстро Ох Золотые слова Слово Савланут Выучили В числе 400 слов Которых Вы освоили Еще до Ульфана Значит Ребятки Савланут Вперед В середину И сзади Тоже прикрыться Савланутом И Очень-очень Интенсивно Заниматься Дома Да Конечно Главное Чтобы На это Я полагаю Что Переутомление Да Чтобы Мотивация Была Интересно Было желание Да Да Совершенно Пока Желания Хватает И дальше Большой привет Иркутск Большой привет Иркутск Большой привет Иркутск Валерию Сильверу Спасибо вам огромное За ту поддержку Которую вы оказывали нам Когда мы были еще в Иркутске У нас все здорово Все получается Как мы и хотели Вашими молитвами Все будет просто супер Теперь уже нашими Да Нашими общими молитвами Я вам демонстрирую Марину Бойнович Нашу маму Тетю Бабушку Папу Всех вместе Марин передай привет В Иркутске Сахнут В Иркутске Сахнут Здравствуйте Я родилась в городе Ангарске Училась в Иркутском университете Причем Что немного забыла Очень горжусь С другой стороны Привет Иркутску Посылайте таких ребят Замечательных Как семья Никольских Меня очень тронуло Когда я увидела их документы Мы с родителями И с Сашинами Учились в одном университете То есть я могла себе представить У меня как-то ребенок Недавно младший спросил Мама что с нами было бы Было бы с нами Если бы мы не приехали в Израиль Ну я вот думаю Мой сын Или моя дочь Наверное Вот так же как и Саша с Машей Приехали в Иркутске В Цифтах Вот таких Саш, Маш Мы рады будем принять Помочь Я думаю По климам Мы очень похожи По культуре Так сказать При реальной В хорошем смысле тоже Нам пожалуйста Взвести килограммчика Три-четыре Заверните Вот таких молодых Печатей Это нам Спасибо Всего доброго Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok